Добрый день дорогие друзья, с вами компания Кровмонтаж и я Мороз Алексей. Сегодня мы будем говорить о мхе или шайнике, которая может образовываться на ваших крышах, на кровельном материале. Если вы думаете, что на вашей кровле мха не будет, то я вас уверяю, будет. Мы разберемся, почему образуется мох, какие именно кровельные материалы подвержены мховым образованием, почему это происходит, в каких случаях. Давайте разберемся, что это такое. Мох или шайник, это все-таки растения. При каких условиях они попадают вообще на крышу? Споры переносятся ветром или падают с деревьев. Попадая на крышу, споры мха или шайника удерживаются на шероховатой поверхности кровельного материала, а также в местах стыков элементов соединения кровельного материала. Изначально питательной средой для образования мха служит скопление листвы, иголок, наличие пыли и грязи, и так далее. Мох или шайник растут за счет влаги, которые приносят дожди и роса. Особенно подвержены образованию мха или шайника крыши, которые расположены в местах с повышенной влажностью, а именно в лесу, рядом с водоемами и болотами. Мох или шайник, скорее всего, образовывается на тенистых именно сторонах кровли. И мох там появится, как правило, через 3-5 лет. Немаловажно, зависит от региона. Чем влажнее регион, в котором вы живете, тем быстрее он появится. Участки кровли, которые большей частью суток находятся в тени, обязательно обзаведутся мхом, потому что солнечного тепла им будет не хватать, и выпавшие осадки и роса, подпитывающие лишайник и мох, не успевают просыхать. Есть мнение, многие так думают, если дом построен на открытом участке, например, то мха не будет. Это заблуждение. Мох — это споры. Они приносятся ветром издалека. И вопрос времени, когда мох появится на этой крыше. Некоторым домовладельцам, наоборот, нравится образование мха на их крышах. Позеленевшая, бурая от мха крыша — некая фишка. Эффект старины. Почему нет? Тот же самый материал. Рядом высокие ели и сосны. Мало проникает дневного света сюда. Вот, пожалуйста, на столбике образуется мох и лишайник. Ну, как красиво. Действительно, есть в этом что-то. Но все-таки следует помнить, что мох является той средой, в которой заводится муравьи, жучки и мелкие насекомые, которые тоже могут доставить неудобства. И, наконец, образование мха и лишайника может негативно сказаться на герметичности вашего кровельного покрытия. Объясню, почему. Потому что лишайник и мох — это все-таки растение. И своей биомассой он может приподнять кровельный материал. Здесь плитка проклеена нормально. Но в некоторых местах эта биомасса может приподнять ветер, потом ее будет заворачивать, вследствие чего нарушается герметичность кровельного покрытия. Теперь я хочу рассказать подробнее о материалах, которые подвержены мховым образованием. Я их начну перечислять по мере серьезности образования моха. Они имеют композитное покрытие, шершавое. По сути, оно и задерживает влагу, что потом приведет в образованию мха, когда туда попадет споры мха или лишайника. Первое — это андулин или так называемый еврошифер. Он тоже грешит образованием мха, но уже в меньшей степени. На втором месте, идет обычный шифер, асбестовый шифер. На нем тоже собирается мох или лишайник. На третьем место я ставлю цементно-песчаную черепицу. Черепица тоже имеет композитное образование, шершавую поверхность, какие-то выбоинки в своей структуре. Вот там хорошо закрепляются споры мха. На четвертом месте я ставлю композитную металлочерепицу. Она имеет четкое композитное нанесение на металл из мелкой крошки, которая задерживает и снег, и влагу на своей поверхности. На первом месте я ставлю гибкую черепицу. Производителей на рынке масса, не буду их перечислять. Мы сейчас находимся на кровле с гибкой черепицей. Структура шершавая, композитная. Чем шершавее кровельный материал, тем более он подвержен образованию мха. Эту крышу мы в счет не берем, потому что здесь очень печальная ситуация. На этой крыше будет производиться капитальный ремонт, не из-за образования мха. Образование мха усугубило здесь отсутствие продыха, вентиляции крыши, запревшие здесь доски, пиломатериал, фанера. Поэтому здесь мох разросся буйным цветом. Здесь просто аховая ситуация. Когда я планировал снимать это видео, я приглашал сюда производителей и маркетологов гибкой черепицы обсудить этот вопрос. Они с легкостью согласились, но изучив вопросы, которые я им хотел задать, говорить отказались категорически. Стало быть, в таком случае они нам не нужны. Мы сами справимся. Я вам перечислил материалы и условия, при которых образуется мох. И вы должны это знать и учитывать, что будет такая особенность на вашей крыше. Мы не говорим, что какой-то из данных кровельных материалов плохой по своей структуре. Нет. Если сравнить с автомобилем, например, автомобиль BMW, например, марка, она же неплохая марка, но у данной модели, например, слабое место, это гидроусилитель руля. Но это же не говорит, что в целом машина плохая. Конечно, нет. Это не значит, что с хом нельзя бороться. Конечно, можно. Есть много средств химического плана. Их легко можно найти в интернете. Я сейчас не буду заниматься рекламой. Если вас озаботила тема мха, его удаления, вы можете это изучить в интернете, почитать отзывы и использовать. Но, как правило, борьба с мухом является собой действие временного характера. Он все равно появится через некоторое время. Споры мха глубоко попадают в композитный материал и задерживаются там. Надеюсь, наше видео было полезным для вас, познавательным. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. До скорой встречи. Пока.